Эта лекция посвящена функциональным возможностям в Расте. Тема достаточно непростая, но надеюсь, что будет интересно. Опять же напомню, что если у вас будут вопросы, пишите в специальную секцию, потому что мне сейчас, к сожалению, не виден чат. Не знаю почему. Поэтому, если у вас по мере изложения возникнут вопросы, не стесняйтесь, задавайте их. Окей, давайте определимся с тем, какие у нас цели. Неплохо было бы вообще понять, что из себя как такое представляет функциональное программирование и какие в целом парадигмы есть. Поэтому мы сделаем небольшое введение к тему языковых парадигм, чтобы было вообще понятно, о чем мы разговариваем. Потому что, возможно, не все сталкивались с понятием функционального программирования. И хорошо было бы разобраться с дефиницией. Разберемся с подходами функционально-нефункционально. Программирование именно в контексте RASTA. Closures, они же замыкания, они же лямбда-функции. Это как одна из составляющих функционального программирования. И специфика RASTA Function Trades как параметры типов. Также одна из наших целей будет. Также мы рассмотрим конкретные примеры применения. Closures, функции как переменные и итераторы. И такую небольшую тему, как для итераторов, это потребители и генераторы. И предлагаю уже с этого иначе. Давайте вообще попробуем разобраться, какие в целом у нас парадигмы есть и что представлено непосредственно в самом RASTA. Раст в себя вобрал достаточно много парадигм программирования. И одной из таких достаточно интересных особенностей то, что есть возможность применения достаточно разных, в том числе, к примеру, и функциональных, объектно-ориентированных. Как я говорил, здесь нет, поскольку мы используем трейты, но есть возможность использования итераторов. Я извиняюсь, трейтов. Это я уже заранее направлю на итераторы. И есть возможность использования струботипизированных подходов. И это одна из сильных возможностей RASTA, о которой я говорил. И непосредственно в RASTA вы можете использоваться таким традиционным подходом, как написание такого линейного достаточно года, без применения каких-то дополнительных абстракций, как это принято во многих языках. К примеру, в PHP вы можете достаточно легко писать спагетти-код. При желании, конечно, в RASTA тоже можно этим заняться, но проблема заключается в том, что код будет нечитаем. И ту задачу, которую берет на себя функциональный подход, он решает одну из таких задач, как представление кода в виде некой большей абстракции. И в этом смысле функциональное программирование, оно уже соотносится больше с математическими подходами и уже с математическими концепциями. Я хочу подчеркнуть, что RASTA не является функциональным языком программирования. Это важный аспект, это нужно помнить. К функциональным языкам программирования относятся другие языки. И они бывают чисто функциональные и не чисто функциональные. Pure functional language и не pure functional language. Я кратко просто обозначу, что это вообще значит, чтобы не было каких-то голословных утверждений. К примеру, к чисто функциональным языкам программирования относятся такие языки, как Haskell, Idris, Agda, также Clean, насколько я помню. Да, это достаточно такой старый. А вот к примеру, к не чисто функциональным относятся такой язык программирования, как Fsharp из платформы .NET. В чем отличие чисто функциональных, хоть не чисто функциональных? И вообще, зачем вся эта новомодная функциональщина нужна? На самом деле она далеко не новомодна. И функциональные языки программирования появились чуть ли не 40 лет назад. Хаскин, насколько я помню, если я не ошибаюсь, или 86-87 год. И они из себя фактически представляют математическую функцию в таком более абстрактном виде. И математическая функция не обладает свойствами изменяемости. И одной из важнейших особенностей является то, что эта функция является чистой. И это значит, что мы на уровне языка можем доказать то, что тот результат, который возвращает функция, он всегда один и тот же. То есть фактически мы уже оперируем математическими понятиями. И в данном случае тогда само функциональное программирование уже в большей степени относится к оперированию уже такими математическими абстракциями. То есть, к примеру, в Хаскеле это теория категории, теория типов и так далее. И со временем стало очевидно, что у этого подхода есть свои преимущества. Но есть и свои очевидные недостатки. Они связаны с тем, что, во-первых, порог вхождения достаточно высокий. И второе, это то, что на данный момент, к сожалению, трудно сказать, что эти языки программирования, невзирая на всю свою надежность и сильность типов, являются быстрыми. Rust является системным языком программирования, как вы помните. Это значит, что на нем можно писать программы любой сложности, и в том числе, к примеру, оперировать на уровне ядра или барметал. Барметал это подразумевается, что вообще для чистой железяки писать без операционной системы. И это одна из сильных черт Rust. И разработчики Rust, в частности Mozilla, они подошли достаточно интересно к этому вопросу, и они поняли, что некоторые элементы все-таки можно позаимствовать. Потому что чисто функциональным Rust делать, с одной стороны, мне кажется, не очень рационально, а с другой стороны, это будет не столь востребовано самой комьюнити. Но с другой стороны, можно внедрить некоторые элементы, которыми можно пользоваться и какие-то преимущества даст. Это даст нам преимущество того, что мы можем использовать некие уже проверенные временем абстракции, в том числе математические подходы, паттерны, которые с одной стороны работают, обладают определенной степенью надежности, и с другой стороны, позволяют программный продукт представить в виде некой абстракции, которая позволит нам оперировать уже на более высоком уровне, с одной стороны, а с другой стороны, обладать свойством надежности через гарантирование путем, к примеру, строгой типизации, в том числе, как дженерики и трейты, которые мы рассказывали. То есть это некая репрезентация в таком упрощенном виде теории типов, где мы уже на уровне типов можем доказывать корректность нашей программы. То, что чисто функциональных языках программирования уже идет из коробки, и мы можем оперировать достаточно сложными такими категориями из теории категории, как монады, морфизмы и так далее, то в Расте есть только некоторые элементы. В частности, какие элементы в Расте есть? Это функции высшего порядка. Что такое функции высшего порядка? Это функции, которые могут в себя принимать другие функции. Это уже такой более математический термин. Чего в Расте, к большому сожалению, нет. В Расте нет коррирования. Коррирование происходит от имени Хаскеткарри Брукса. Это один из основателей теории категории, которая в дальнейшем очень сильно повлияла на вообще становление и формальной логики, и в том числе и развитие языков программирования математического толка. И в честь него и назван язык Хаскель, и процедура коррирования, и язык карри, который тоже является функциональным. К большому сожалению, этого нет. Через частичное применение функций мы могли бы их объединять и уже, к примеру, получать такое интересное представление, как функтор. Или представлять такую концепцию, как стрелка. Но это как бы я сейчас делаю такое общее введение того, каких функций нет. Но вместе с тем некоторые элементы все-таки есть. И как сейчас и в других языках программирования, очень часто встречается применение функций высших порядков, в том числе, к примеру, это есть в питоне, ну и в других, в очень многих языках программирования. Но Rust еще предоставляет такую возможность, как лямбда-функции. Я буду сейчас сравнивать с питоном, просто мне так это будет немного удобнее. В питоне это тоже есть генераторы. Я имею в виду итераторы, итераторы, и генераторы тоже в Rust есть. И это позволяет достаточно гибко оперировать и структурами данных, и вместе с тем достаточно легко позволить программу представить в более абстрактном виде, что позволит сам дизайн программы, ее архитектуру представить в более гибком и, самое главное, расширяемом виде. И одно из достоинств этого подхода, это то, что надежность и скорость выполнения приложения в Rust от этого не будет страдать. Более того, мы рассмотрим, как это может повлиять на производительность в лучшую сторону. И в Rust это возможно. Поэтому из ограничений функционального программирования в Rust, я их уже озвучил, то есть многого чего нет. К сожалению, в том числе нет зависимых типов. Кстати, в Haskell их тоже нет. Нет чудеснейшей возможности карирования. Но тем не менее, есть такой джентльменский набор, который позволяет применять эффективно элементы функционального программирования. К примеру, одни из таких распространенных, это обертка. То есть мы можем делать мэппинг, сворачивание через фолт, зипы. И вот этот весь джентльменский набор, который характерен для оперирования набором данных и их потоком, в Rust они присутствуют. Сразу же я хочу оговориться, что весь набор возможностей и конкретных функций мы не будем рассматривать, потому что их на самом деле достаточно много. И с ними можно ознакомиться в документации. Но важно то, чтобы мы поняли, какие есть возможности, ключевые. А уже расширенный набор функций можно посмотреть непосредственно в документации. И важно понимать то, как вообще с этим работать. Поэтому мы двигаемся дальше. Давайте в контексте уже непосредственно самого Rust попробуем разобраться в разнице между написанием кода функционального и нефункционального. Что значит функциональный в контексте самого Rust и какие его возможности есть, я вкратце сейчас озвучу, но на самом деле их уже озвучил. Это возможность применения функций как типов функций, то есть функций высших порядков. Функции как типы для структур. Фактически это тот же самый тип функций, мы их сегодня тоже рассмотрим. Это closures, они же лямбда-функции, если так корректно говорить. И лямбда-функции, анонимные функции, это все они. И итераторы. Итак, что нам фактически предоставляет по сравнению с нефункциональным подходом написание в виде такого функционального? Я на примере это все буду показывать. Это то, что сам код мы можем писать более лаконично. То есть, представляя его в достаточно таком абстрактном виде, мы можем записать, с одной стороны, более компактно, с другой стороны, лаконично, и с третьей стороны, это может быть эффективно с точки зрения производительности. Не всегда, конечно, но иногда. Тут просто нужно исходить из рациональности. Также реализация математических абстракций, как я уже об этом говорил. В чем преимущество? В том, что мы можем сделать достаточно гибкий дизайн нашего приложения. На примере трейдов, которые мы рассматривали в прошлый раз, мы увидели, что мы тем самым можем оперировать множеством, под множеством и накладывать определенные ограничения на множество через трейды. Это все также является частью и функционального программирования, поскольку здесь уже наша концепция расширяется, поскольку множество в данном случае уже может быть представлено через функции. Это достаточно удивительная штука, когда наше множество не набор типов, которые являются простыми типами, но я буду их называть так, или комплексными, а типы, которые являются в некотором смысле исполнимыми. И в этом контексте мы можем говорить о неком функциональном множестве. И если вы помните, то в математике функция определяется как f от x, где f маленькая от x, а вот набор и множество функций определяются через большое f от x. И если вспомнить, например, некоторые элементы методов оптимизации, то там, к примеру, над этим множеством можно оперировать с помощью интегралов и так далее. А в Rusty над этим множеством можно оперировать через трейты и через итераторы. То есть фактически делая над ними те же самые функции и набор методов, которые доступны над обычными типами. И это достаточно мощная штука, когда у нас generic type в том числе может быть и функцией. То есть множеством функций. И один из таких последних пунктов, которые я здесь обозначаю, я опять же повторюсь, это гибкость в дизайне комплексных приложений. То есть если мы создаем достаточно крупные приложения, иногда может оказаться, что этот подход очень сильно сэкономится нам с точки зрения такого элегантного представления дизайна программы. Под дизайном в данном случае я понимаю ее внутренние структуры, то, какие методы и паттерны мы используем, и как в целом в абстрактном таком виде наша программа выглядит. Я специально повторюсь, на прошлой лекции я об этом говорил, почему это важно. Это важно особенно в тех случаях, когда вы работаете в команде, и над кодом работает достаточно много людей. В особенности, если это какая-то публичная library, creates. И это значит, что чем более гибкие подходы вы заложите непосредственно в вашу библиотеку, тем более широкая сфера применений для этого функционала окажется. Поэтому достаточно высокая степень абстракции, она в этом смысле полезна. Но опять же, нужно всегда соблюдать здравый баланс между абстракцией, и конкретной сферой применения. Потому что, если этим очень сильно увлекаться, к примеру, теми же самыми элементами функционального программирования, generic type, trade, программа может постепенно становиться нечитабельной и очень сильно перегруженной такого рода информацией. И это значит, что я вам очень рекомендую соблюдать такой баланс для когнитивного восприятия, понимая то, что ваш код будут читать другие люди, и что если вы сильно перегружаете программу какими-то абстракциями, то она может быть сложна не только для восприятия, но и для дальнейшего поддержания. Поэтому здравый смысл всегда должен возобладать над желанием очень красиво представить все. Давайте перейдем уже в такое более концептуальное поле, что из себя представляют для антофункции. В расте они называются closures или замыкания. они представляют собой достаточно простую структуру. Фактически это самые обычные анонимные функции. Они есть во многих языках программирования. И в расте они объявляются через две черты, вот такие, как вы видите. И что это значит? Это значит, что наши переменные closure, closure1, мы присваиваем функцию анонимную. Анонимную это значит, что она не именована. Которая в себя не принимает ни одного элемента, видите, у нас здесь это пустое, и возвращает некое число. Как вы видите, раст в данном случае автоматически делает вывод типов. То есть мы в данном случае не указываем, какой тип возвращается в closure1, мы явным образом не указываем тот же тип, потому что в данном случае раст сможет разобраться. Ну, далеко не всегда, поэтому если ему нужна будет помощь, он от вас это незамедлительно потребует. Сейчас это сугубо примеры такие. Мы это все будем рассматривать так более детально. Второй пример к closure2 показывает, как могут передаваться аргументы, как вы видите. Здесь тип тоже указывать не обязательно. Это, кстати, достаточно удобно. Согласитесь, потому что функции, когда мы описываем функцию в расте, мы должны обязательно указывать тип. В данном случае closures предоставляют нам гибкость в этом отношении. И уже такой более расширенный пример, где, как видите, здесь есть и описание типа принимаемая переменная, и возвращаемая переменная. И также, как вы видите, через фигурные скобки мы уже можем делать некие действия в теле самой функции. На всякий случай, я повторюсь, что в расте есть такая замечательная штука, как фигурные скобки, и они фактически обозначают некий блок. Блок, в котором может происходить операция. И это значит, что в самом этом блоке происходит изоляция тех действий, которые происходят. И, соответственно, в блок могут извне переменные передаваться, то есть такой происходит ownership в этот блок. Также они могут перемещаться через borowin, и блок может возвращать. И в общем случае, как вы видите, блоки применяются в том числе как и функция, но они могут быть и полностью независимы. На прошлых лекциях мы это рассматривали, поэтому я сейчас просто освежаю вашу память. И теперь давайте рассмотрим, что такое функции как переменные. То есть здесь мы уже приближаемся плотную, поскольку мы уже рассмотрели первый элемент функционального программирования вот здесь, как лямбда функции. Я их буду называть так, мне просто удобнее. Но в целом в расте они называются Clougers. И как вы видите, что мы здесь делаем? Здесь мы описываем некую нашу функцию, которая выполняет абсолютно простую операцию, она возвращает число. На самом деле в данном примере не имеет ни малейшего значения, что функция делает. Самое главное – наглядность. И в данном случае наша функция возвращает переменную типа i32. И вот здесь после этого происходит нечто необычное, что мы до этого не рассматривали. как вы видите, мы через let делаем присваивание функции. Может возникнуть вопрос, зачем это нужно. Мы увидим на практике потом, зачем это нужно. Но здесь уже есть такой интересный факт, что вот эта переменная f1 обладает уже другим типом. То есть специальный тип, который описывает функцию. И далее в программе мы можем функцию эту вызвать, эту переменную вот так вот описать, и вызвать ее как функцию через скобочки. Соответственно, если функция будет перенимать переменные, мы сюда можем передать переменные. Но важным аспектом является то, что здесь уже фактически это не сама функция, которую здесь вот мы описали, а некая переменная, которая является типом функции, и мы к ней уже применяем. На самом деле вот этот элемент через присваивание переменной, это, в том числе и closures, это первый шаг к функциям высшего порядка. И теперь мы последовательно идем к тому, как мы можем описать тот же самый функционал, который, вот вы видите, здесь есть, через closures. Как нетрудно увидеть, замыкания, они упрощают написание, как я говорил до этого, это лаконичность, потому что, как вы видите, в отличие от этого примера, мне, я это записываю в более таком наглядном виде, и здесь мне нужно возвращать переменную типа, явно указывать, здесь же Rust может самостоятельно понять, что это такое, и в целом наша программа выглядит более опрятно, аккуратно, я бы даже сказал, нарядно. Дальше мы увидим, как многие элементы, в том числе, могут упрощаться, становиться более лаконичными, абстрактными и интересными. Теперь давайте рассмотрим лямбда-функции с аргументом. На самом деле, в примере мы это видели, но здесь я специально покажу, что вместо того, чтобы описывать функцию, которая принимала некий аргумент, здесь я явным образом указываю уже и тип, какой принимается, и возвращаемый тип, как вы видите, для того, чтобы описать, какой тип возвращается в Closures, опять же-таки, применяется стандартный подход, как и в функциях, то есть через стрелочку мы указываем, какой тип возвращается. И здесь уже в теле самой функции анонимной мы делаем необходимый нам набор операций. И, соответственно, мы опять же-таки получаем нашу переменную f2, которой мы можем применить аргументы функции, и в данном случае она исполнится как функция и вернет нам число 31. И теперь мы вплотную подошли к теме того, какие существуют функциональные типы. Функциональные типы описаны в Расте через трейд. Трейды мы рассматривали в прошлый раз, и, как вы помните, мы можем трейды передавать как аргументы функции, трейды могут применяться к дженерикам. И этот концепт уже фактически характеризует, что то оперирование над множеством, о котором мы говорили, будет ограничиваться трейдами. На всякий случай я повторюсь, что трейды в Расте в некотором своем ограниченном виде являются аналогом интерфейсов в других языках или классов, да, интерфейсов класс и применение их этой класса типов и так далее. Но суть заключается в том, что через функцион трейд мы можем описать разный набор функций, которые могут быть. И один из таких важных нюансов заключается в том, что этих трейдов базовых, которые предопределены по умолчанию в Расте, их в действительности три. Вот они как называются, fn, fn-once и fn-mute. Ну, как ни трудно догадаться из названия, они, fn, значит, function. Они, естественно, все различаются. И здесь мы уже более подробно рассмотрим то, как мы можем передавать функцию как параметр другой функции. В данном случае у нас уже, если говорить таким строгим языком, функция высшего порядка. Функция высшего порядка – это та, которая может принимать в себя другую функцию. И как вы видите, здесь мы описываем generic type f. И, как вы помните, generic мы рассматривали в прошлый раз. И описываем этот тип для аргумента функции. И вот здесь уже такой один интересный нюанс. Если раньше мы в дженерике описывали как трейты или как другие ограничения, которые мы можем на них накладывать, то здесь, как вы видите, немножко поменялось их представление. Здесь мы описываем сам трейд. Вот это вот аргумент, который принимает функция. То есть в данном случае это у нас функция трейд fn-once. Она представляет из себя функцию, которая может принимать один элемент, который является типом i32. И она должна возвращать тип i32. Это, как вы помните, отличается от того, как мы описывали трейд в прошлый раз. Но, тем не менее, композицию трейда мы по-прежнему можем делать. Интересным таким нюансом является то, что мы можем описать параметр функции не обязательно через generic. Как вы помните, трейды мы можем напрямую передавать как тип для аргумента функции. В прошлый раз мы это рассматривали. Просто сейчас я его записал в таком виде, поскольку это будет, мне кажется, более наглядно. Но не забывайте, что если вам необходимо просто вернуть вот такую конструкцию, которая принимает в себя другую функцию, то это можно описать вот здесь вот, как аргумент функции. Как это делается, мы рассматривали на прошлой лекции. И теперь давайте посмотрим на тело функции, что оно делает. То есть наша функция принимает в себя другую функцию. И как вы помните из предыдущего примера, вот он, что мы функцию присвоили некой переменной. Здесь происходит то же самое, то есть наша переменная является некой функцией. И мы над этой функцией можем уже проводить определенные операции. То есть мы можем сюда передавать аргумент и, соответственно, она вернет какой-то результат, и мы над ними сделаем вычисление. То есть фактически мы передали функцию, применили ее и получили нам необходимый результат. И, соответственно, мы эту функцию можем вызвать. Как вы помните, F2 мы описали. Вот, вот здесь вот. Вот это наша анонимная функция. Не только анонимная, то есть вот эта функция, в том числе вот эта функция, они могут быть переданы как аргумент функции, когда мы вот здесь попытаемся что-нибудь напечатать. И, соответственно, мы делаем вычисление и получаем наш результат. А теперь давайте любопытство ради запишем то же самое, но передадим анонимную функцию непосредственно как такой параметр. Это одно из преимуществ в RASTA. То, что мы анонимные функции можем передавать как параметр функции. И, соответственно, опять же таки, мы здесь получаем функцию высшего порядка. То есть как функция, которая принимает себя в другую функцию. И эту функцию мы можем описывать непосредственно как аргумент, который принимается в функции. То есть в данном случае closures мы записываем просто как параметр. Правила все те же самые. То есть мы через прямые линии вот такие описываем то, что это у нас closures, перемену, которая может быть принята. и дальше мы здесь делаем операции над ними. То есть это уже совсем другая функция. И, как вы видите, естественно, результат выполнения у нас поменялся. Давайте разберемся в том, какие особенности closures вообще есть. они отличаются от обычных функций. И одной из таких интереснейших возможностей заключается в том, что у нас есть доступ к переменным окружениям. Ну, фактически, что здесь подразумевается под переменными окружениями, это доступ к переменным, который находится в текущем блоке, где описывается лямбда функции. То есть весь набор функций для, скажем так, для базовой нормальной функции, который описан, мы можем получить доступ к переменным. Насколько вы помните, в функциях, в обычных функциях, такой возможности нет. То есть у нас нет возможности получить доступ к такого рода переменным. И вот здесь я приведу пример. Я немножко отвлекусь от этого повествования. И здесь я уже приведу пример, как происходит передача владения в данном случае для анонимной функции. То есть, как вы видите, здесь мы описываем перемену, которая является вектором. И в данном случае мы описываем клоужу. И переменная, которая здесь происходит в обращении, она описана за пределами этой анонимной функции. То есть, когда я говорю переменное окружение, это подразумевает только это понимание. То есть у нас есть некий блок, в котором происходит операция. Как я говорил, это описание происходит через фигурные скобки. И в пределах этого скоба мы можем получить доступ к этим переменным. Здесь есть свои нюансы, что происходит. Но чтобы вы понимали, что мы можем получить доступ. И вот здесь мы возвращаемся уже к тому, каким способом эти переменные, скажем так, условно, извне, могут быть получены. И, как я вам говорил, этих трейда три. И каждый из них отвечает за то, как он обрабатывает эти переменные. И, соответственно, первый тип – это ownership, это передача владения, то есть это FN-once. То есть, как минимум, на единожды может быть вызвано. И, как вы видите, трейд, который описывает данный подход, называется FN-once. Второе – это Borrowing Mutability. Для начала, имитабилити, он описывается через function, то есть заимствование без возможности изменения. То есть он описывается через straight function. Как вы помните, когда мы делаем заимствование, соответственно, мы уже, к примеру, вот эта переменная, вот если возвращаться сюда, если бы мы делали заимствование, то мы уже в дальнейшем не могли бы вызвать вот здесь его. Почему? Потому что приборуин заимствования происходит в данной функции. и фактически она полностью передается сюда. Здесь нам уже компилятор выдаст ошибку. Поэтому в данном случае, как вы видите, здесь происходит ownership. То есть, и как мы видим, результат выполнения этой функции будет соответствующий. здесь есть еще одна характерная особенность, на которую я не обращаю внимания. То есть, вот здесь происходит свертка. Но к этому я вернусь чуть-чуть попозже. И третья возможность, которая есть, то есть первая, это fn-once, которая описывает ownership. Вторая, borrowing immutability через fn-trade описывается. И третья, это borrowing immutability, она описывается через fn-mute, function mutable trade. И смотрите, соответственно, у нас есть три возможности описания передачи функций, например, в описании их в дженерике. То есть, вот здесь мы имеем три возможности. fn-once, fn-mute. Соответственно, как понять, в каком случае вам что нужно? Если у вас есть передача владения, владения, то мы описываем через ее через fn-once. Если заимствование, то в зависимости от того, что у вас программа делает, мы через fn-мute описываем. И если у вас есть задача для того, что переменная функция вот здесь будет меняться, то мы описываем через mute. Как ни трудно догадаться, в mute происходит borrowing. Итак, у нас есть три основных типа функций, которые могут применяться. Это просто нужно запомнить. На всякий случай, если вы об этом забудете, я в конце лекции предоставлю ссылки на соответствующие материалы, и вы об этом можете прочитать более подробно. и давайте разберемся с этим примером более подробно. Почему этот пример еще нагляден? Тем, что, первое, мы здесь применяем перемену, которая хранится в heap, то есть в куче, потому что для нее по умолчанию не применяется trade copy, то есть не происходит копирования. Соответственно, происходит придача владения. И вот здесь у нас есть некоторые элементы, на которые, извините, на которые я буду обращать внимание уже ближе к нашему завершению лекции. Здесь есть уже интересные элементы функционального подхода. То есть первый такой базовый элемент это то, что мы саму функцию записываем как лужа, то есть как лямбда-функцию. Второе, это то, что мы эту функцию можем передавать как параметр функции для другой функции, то есть это функция высших порядков. И третье, мы можем оперировать потоком данных. Для того, чтобы сгенерировать поток данных, применяются итераторы. Они описывают через их там. Что это такое, я более подробно расскажу чуть-чуть позже. И также уже, знаете, как такая затравка. Вот здесь у нас происходит соответственно сфулт, как вы помните, он бывает левого и правого типа. Здесь он сейчас какого типа, по-моему, левого, да? Левого типа, да, то есть слева передается переменная. Если я здесь ошибся какого типа, вы уже меня извините. Но обычно не бывает фолт R и фолт L. И, соответственно, в чем здесь интересная особенность, то, что это уже такая математическая абстракция, которая позволяет произвести некий набор над потоком данных. то есть у нас есть исходный элемент, это Y, который передается как параметр лямбда функции. И здесь уже у нас, как вы видите, в ней описывается вспомогательная функция, которая делает операции над тем потоком данных, который здесь происходит. То есть он их фактически сворачивает, вот так вот, выводит как единую последовательность. И что здесь происходит? То есть Y у нас является аккумулятором, он передается у нас как X1, и X2 у нас передается через итерат. И фактически мы каждую переменную последовательно друг на друга умножаем. Вуаля! То есть это очень удобная такая штука. На самом деле это такая вводная затравка, мы на этом остановимся чуть-чуть подробнее позже, когда будет такой более комплексный интересный пример. Но я специально привел именно сейчас этот пример, чтобы вы увидели насколько лаконично можно с помощью вот такого функционального подхода записать нашу достаточно уже комплексную логику. Потому что, к примеру, если ее записывать через цикл, то это естественно будет намного длиннее. Нам нужно будет вводить дополнительные переменные, мутабельные и, короче говоря, куча, не то чтобы куча, но телодвижения, которые можно не делать и всего-навсего записать их в одну строку таким крайне лаконичным и понятным подходом. Конечно, на первый взгляд это может показаться иногда достаточно сложно, поскольку как минимум это непривычно такого рода записи и к ним нужно привыкать. К примеру, здесь я бы мог привести аналогию с чисто функциональными языками программирования. К примеру, ITER в данном случае можно представить в виде пайпа. В разных языках программирования это по-разному записывается, поскольку в РАСе нету возможности декларативной нотации, то есть декларативного типа написания программ, как, к примеру, Haskell или WebSharp. То есть, к примеру, в WebSharp это можно было бы сделать через такую черточку и стрелочку, и мы фактически передавали бы поток данных, а в Haskell, как вы помните, это две таких скобочки больше, скажем так. И фактически такой достаточно лаконичной формой мы делаем сложные учисления. И давайте теперь рассмотрим следующий концепт. Нужно нам понять следующее, что когда происходит передача владения анонимную функцию, у нас может возникнуть потребность в том, чтобы мы передали туда, то есть, мы ее заимствовали фактически, чтобы мы переместили эту функцию непосредственно в саму анонимную функцию. И нашу предыдущую функцию, которая описана вот здесь вот, мы описываем уже другим способом. Есть ключевое слово mo, что оно значит? Ее смысл очень простой. Это значит, что те перемены, которые мы берем извне, в данном случае это переменная x, как вы видите, вот здесь вот. Эти переменные мы заимствуем, то есть, я извиняюсь, вот здесь происходит borrowing, и это значит, после выполнения, то есть, после вот этой вот операции мы не можем воспользоваться нашей переменной x. Это очень важно, в особенности при программировании связанном с параллелизмом, с конкурентными процессами, этот концепт очень часто применяется. И вот смотрите, если мы вызовем, это как прежде, как вот здесь вот, здесь, как вы видите, мы выводим нашу переменную x, вот что она из себя представляет, и ее результат, то есть, и саму x, и это x еще и одновременно в лямбда функции применяется. И все отлично работает. Но когда мы делаем перемещение, вот здесь вот, то мы уже эту запись не можем применить, потому что компилятором будет ругаться, что здесь происходит, вот здесь вот, происходит Borrowind, соответственно, мы не можем опять обратиться к этой переменной. На самом деле об этом не стоит волноваться, капилятор, наш надежный друг, всегда вам заботливо подскажет. Borrowind – это достаточно сложный концепт в росте, иногда вам придется с ним побороться, поскольку он достаточно интересный, в особенности в совокупности с лайфтаймами. И в таких сложных функциях и в сложной логике он вам может очень много попортить нервов, вот поверьте на слог. Поэтому просто-напросто с ним нужно набить руку, потому что вот такая запись, она значит, что нам с нашим дизайном приложения нужно уже что-то делать, чтобы мы могли записать вот эту функцию. И, как вы видите, поскольку мы не можем вызвать уже для принято наш x, мы просто-напросто вызываем назовет. но результат, естественно, здесь вот этого не будет, поскольку, как вы видите, здесь результат только примерно. Это я просто с предыдущего скопировал. Но на самом деле результат будет точно таким же, как и здесь. То есть имеется в виду, что 18 тысяч листает, конечно, тормознуто, будет точно таким же. Мьютабл, разница, ну, FN Mutable на самом деле здесь не применяется. Но важной особенностью является следующее, что FN Wants, то есть Ownership, для Clojures практически по умолчанию. Поскольку, опять же, я возвращусь к этому примеру, здесь, как вы видите, мы ничего конкретно не описываем, явно в виде. Но это значит, что фактически здесь происходит автоматически FN Mants. и еще одной из таких важных особенностей является то, что RUST сам определяет, какой из фактически трейдов применяется. То есть это не значит, автоматически это происходит, но опять же таки, по умолчанию это FN Mants. Теперь давайте рассмотрим следующий концепт функцию как тип. Я вначале вам говорил о том, что мы можем применять эти трейты к нашим generic тайпом. Фактически это мы рассматривали на прошлой лекции, но здесь мы уже рассмотрим, как это применить уже конкретные структуры функции. И фактически особо вообще ничего не меняется. То есть мы generic тайп описываем прежним способом. Здесь мы делаем применение по нашему полю структуры. И дальше вот смотрите, мы до этого описали нашу функцию и присвоили ее переменой F2. И мы соответственно инициализируем нашу структуру mytype, передавая сюда нашу функцию как параметр. И как вы видите, здесь наша функция уже передается как параметр в структуру. Очень такая удобная штука. То есть ее можно передавать не только как функцию, которая передается в функцию, функцию высшего порядка, но и как параметр для структуры. Это достаточно удобно в особенности для таких специфических дизайнов. Давайте посмотрим, как происходит обращение к этой функции. Оно выглядит немного необычно, поскольку, как вы помните, мы можем делать имплементацию функций или каких-то методов для данной структуры, то они описывают через точку и открывающиеся скобки там мы передаем аргументы. здесь важной особенностью является то, что это не является методом этой структуры, это является фактически полем этой структуры. Соответственно, мы должны ее экранировать через круглые скобки. Компилятор будет категорически возмущаться. если вы сделаете это как перемените как параметр функции, он просто-напросто не позволит это сделать. Поэтому выглядит это немного непривычно, вот таких две круглые скобки, но в целом так делают редко, потому что в действительности, когда мы описываем, передаем функцию как поле структуры, то как раз в данном случае ее было удобно применять как функцию высшего порядка, то есть передавать функцию в другую функцию. Ну и соответственно, как вы видите, мы можем легко оперировать одной и той же самой структурой, то есть в этой же структуре мы берем функцию и из этой же структуры мы берем параметр. Такое, что говорится, лайфхак. и так что мы еще из такого не рассмотрели здесь. Мьютабилити, про которое я говорил, фактически оно описывается точно так же, то есть никаких там особых особой разницы нету, как бы совершенно ничего не меняется. Поэтому я предлагаю уже постепенно двигаться к гетераторам и в целом рассмотреть, что такое является итераторами. Итератор позволяет осуществлять операцию над определенным множеством или некой последовательностью данных. и как вы помните, под множеством у нас может подразумеваться самая разная концепция, но первое, что нужно понимать, что итератор это в первую очередь тоже трейд. Соответственно, этот трейд мы можем применять к определенному типу. и к примеру к вектору он уже применим. И вот заметьте, что здесь мы векторы описываем через определенный макрос, то есть в таком очень удобном виде мы записываем нашу последовательность массива. и важной особенностью RASTA является то, что итераторы являются ленивыми. То есть LASIC Evaluation как и в чисто функциональных языках программирования, то есть они применяются по мере обработки потока данных. И это является тем самым элементом, который позволяет нам эффективно работать над набором данных. Это значит, что фактически наш набор данных может быть бесконечным. И представьте себе ситуацию, когда у нас, к примеру, есть терабайт данных, и мы его засовываем в массив и делаем как бы итерируем его. Итератор не весь этот массив будет обрабатывать, а только последовательность часть за частью. Для этого у него, к примеру, есть метод Next. То есть он применяет совершенно конкретный трейд. И это одна из таких очень классных особенностей, которые, к примеру, в том числе есть в Rust, там тоже ленивые выучисления, что позволяет нам экономить ресурсы и существенно ускорить выполнение нашей программы. И как это на практике может выглядеть, это мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Важно запомнить, что если мы рассматриваем определенное множество, например, в данном случае как массив, или любой другой тип данных, который реализует тип iterate, этот перебор происходит последовательно. И это позволит нам фактически гибко работать с набором данных. И вот важным аспектом является то, что фактически вот эта запись, когда мы Y присваиваем X и к нему применяется итератор. Он на самом деле вообще ничего не делает. То есть мы присвоили наш итератор, но ничего не произошло, поскольку опять же наш итератор ленивый. То есть только при обращении к конкретному элементу происходит опираться над ним. И давайте рассмотрим такие уже более конкретные примеры, как это происходит. смотрите, здесь мы описываем наш вектор с определенным набором данных. Здесь мы применяем прямой итератор. И вот здесь уже вступает вся мощь такого функционального подхода с применением, как вы видите, здесь и лямбда-функции, и ограничений итератора. смотрите, у нас есть возможность, к примеру, нам необходимо профильтровать данные. То есть любую из этих функций мы при необходимости можем применить, в частности фильтр, мэп и сам. И что наша программа здесь делает? То есть здесь мы фильтруем данные, которые не являются четными. Все нечетные данные проверяем. Дальше мы берем их квадрат и после этого мы проверяем, не больше ли наш квадрат 30. И соответственно мы видим, что он меньше 30. И все данные, которые подходят под эти условия, мы над ними осуществляем операцию суммирования. И как вы видите, мы получаем результат 35. Соответственно какие здесь числа участвуют? Здесь числа участвуют 5, это 25, плюс 3 в квадрате это 9, и плюс 1, соответственно это 10, плюс 25, 35. И здесь есть такая интересная особенность, вы наверное заметили следующее, что итератор последовательно передает элементы в каждой из данных элементов функции, то есть они последовательно проходят по вот этому пайпу. И после того, как они проходят, результирующие функции в данном случае будет сам, который просуммирует результаты всех этих функций. И как нетрудно здесь заметить, здесь есть два типа, фактически два базовых типа работы над потоком данных, ну, как и фактически других функциональных языках программирования. У нас есть здесь потребитель, то есть тот, кто потребляет функцию, я извиняюсь, потребляет данные, в данном случае конкретно переменную, поскольку итератор у нас последовательно, я напомню, проходит по всем переменам. Вот он здесь проходит. Он потребляет эту переменную, в данном случае, если она не отрабатывается, мы просто скипаем все остальное, но если он отрабатывается, он ее просто-напросто прокидывает, то есть он ее потребляет. И вот здесь уже другой тип функции, это функция генератора, то есть она генерирует другие данные. То есть эта функция у нас потребляет данные, то есть она может сделать следующее. Она может их либо скипнуть при определенных условиях, то есть пропустить, либо как бы отправить. На самом деле фильтр, естественно, не единственная функция, которая, условно скажем так, относится к потребителю, такое очень удачное название, будет каждый элемент потока данных из множества он употребляет и над ними что-то делает для того, чтобы понять, как эти данные передать дальше в поток. И генератор, то есть генерирование, то есть происходит определенное оперирование над этими данными. То есть в данном случае применяется вот такая вот некая обертка, то есть под мэппетком здесь подразумевается, что к этим данным применяется наша функция. Это один из очень распространенных подходов в Расте, когда мы применяем мэпп, его можно встретить очень часто. И просто ради примера я показал, как эти два подхода одновременно могут применяться и, соответственно, сам тоже является генератором. Но одной специфик заключается в том, что есть мэп, он фактически нам вернет тот же самый итерируемый элемент, то есть его нужно будет собрать с помощью какой-то функции. В Расте для этого существует функция collect, то есть она эти данные агрегирует, то есть агрегирующая функция для мэпа нужна. В данном случае вот такой агрегирующей функцией является сумматор. Он что делает? Он наши данные просуммирует. И здесь уже в таком полном виде пред нами представлена мощь того, насколько комплексные операции в действительности здесь осуществляются. Естественно, что конечно здесь логика описана достаточно простая, но нетрудно увидеть, что для того, чтобы это все осуществить, мы должны написать цикл, здесь необходимо было бы написать, здесь необходимо было бы сделать цикл if, потом мы должны при условии выполнения осуществить над ним операцию, потом опять же сделать if, и если этот if не отрабатывает, тоже сделать и дальше мы уже должны просумеривать, то есть фактически наша программа определенное количество строк увеличится, но в действительности я думаю нетрудно найти пример, который может свернуть код из сотен линий в такую очень компактную и достаточно лаконичную форму с одной стороны, а с другой стороны вы видите она не только лаконична, но и она абстрактно понятна с одной стороны, и с другой стороны она обладает удивительным свойством того, что если нам какой-то функционал нужно поменять, это будет сделать достаточно легко. Это не значит, что обязательно нужно использовать этот подход, если вам что-то нужно сделать, но как вы видите, это существенно представление кода делает таким более лаконичным, это бесспорно. И одной из таких приятных особенностей является то, что растформатор, который делает форматирование, он заботливо за вас отформатирует код, он, то есть не вам самостоятельно нужно вот эти вот точечки на каждую линию переводить. Он в зависимости от настроек форматирования за вас все это сделает и как вы видите этот код намного читаемым, потому что в действительности как не трудно догадаться, это все можно написать в одну линию и это станет совершенно нечитаемым. С другой стороны форматирование он автоматически вам за вас все это сделает. И давайте рассмотрим еще такой пример пример той же самой применения фолта, о котором я говорил раньше. Здесь уже происходит следующее. Здесь я уже как говорил более подробно рассмотрим пример того, как работает аккумулятор. Под аккумулированием данных подразумевается то, что у нас есть некая переменная, которая будет аккумулировать данные, которые в процессе обработки потока данных у нас будет происходить. То есть в данном случае у нас есть первая переменная, которая инициализирует этот поток данных и дальше итерируя мы делаем над ним операцию. Соответственно в данном случае X1 будет аккумулятором. Аккумулятор это значит, что он эти данные будет агрегирован. Что это значит? К примеру, X1 содержит выполнение предыдущей функции. Если это первый элемент, то будет взято значение по умолчанию, в нашем случае это Y. Если к примеру это элемент 2, в нашем случае 20, то будет взято результат вычисления X1 умноженное на X2. Соответственно X1 это результат предыдущего вычисления, или если это самое первое вычисление, то это будет значение по умолчанию, которое здесь мы выдаем. И X2 это наш последовательный перебор элементов, в данном случае 10, 20, 30, который будет последовательно сюда передаваться, и мы над ним будем осуществлять операцию. Соответственно тот результат, который здесь мы получим, он будет передан сюда в X1 для следующей итерации. уже более сложная концепция и опять же важным нюансом является то, что эта функция является агрегатором, то есть она агрегирует данные, возвращает конкретный результат. Но перед ней мы можем осуществить любой набор функций, которые мы до этого рассматривали. В частности, вот как вы здесь видите, мы можем применить и фильтры, и мэпы, и любые другие функции, я их условно буду называть генераторами и потребителями. На самом деле в RAST такие термины не очень сильно употребимы, хотя и в официальной документации это можно встретить. Но в целом таких функций существует достаточно много, я их все приводить не буду, вы с ними можете ознакомиться в документации. Самое главное понять общий принцип, что мы можем применять функции, которые этот поток каким-то образом контролируют, второе его изменяют через генерирование и третье агрегируют. Здесь мы всего-навсего агрегируем, но уже такой достаточно сложные функции как fold. Вы видите различия налицо. И опять же давайте немного пройдемся по уже такому суммирующему концепту того, что относится к потребителям и генератором. В частности, как мы ранее говорили, map является генератором, fold является агрегатором, collect является тоже агрегатором, фильтр является потребителем. Просто запомните то, что фактически у нас есть определенный набор абстракций, которые позволяют оперировать потоком данных, которые у нас есть. То есть в результате мы имеем следующее. Мы имеем суммируя следующее. У нас есть функции, которые мы можем передавать как функции в другие функции, то есть функции высших порядков. У нас есть функции, которые могут выступать в качестве типов, представленные через трейты, и мы их можем передавать как в generic тайпы, так и как в generic тайпы для описания наших структур, любых структур. И третье это то, что у нас есть итераторы, которые позволяют нам фактически представить наши данные как некий такой пайп и над ним осуществлять какие-то манипуляции, о которых я говорил раньше. И давайте уже остановимся под конец над тем, какие у нас есть материалы по теме. фактически это стандартная документация, вот здесь ссылочки, которые указывают как это описывается в Rustbook, это общая вводная статья. И также вы можете обратиться к описанию трейтов таких как fn, fnmute, fnonce и описанию трейтов итераторов. Итераторы бывают тоже разных типов, в частности они бывают еще и мутабельные, но на этом я как бы специально останавливаться не буду. Что подразумевается под мутабельными, это значит, что вот этот набор данных мы можем менять. но на самом деле все-таки есть смысл придерживаться такого более чистого подхода. Под чистым подходом подразумевается следующее, что мы изначальный поток данных мы его не меняем. То есть, как вы помните, в чистых функциях чем она гарантирована? Тем, что мы получаем один и тот же поток данных, мы всегда получаем один и тот же результат. это гарантируется тем, что наша функция немутабельна и не обладает побочными эффектами. Любые побочные эффекты, это значит, что что-то внутри функции происходит над нашими данными, такое, что наши данные изменят и, соответственно, возвращаемый результат функции, он будет разным и те данные, над которыми происходит операция, они тоже меняются. Поэтому всегда осторожно все-таки обращайтесь с мутабельностью и я вам предлагаю крайне осознанно. И, конечно, есть такие ситуации, когда проще воспользоваться мутабельностью как параметр функции, мутабельностью при итераторах, но, опять же, таки, я предлагаю вам задуматься над уже такой более архитектурной и дизайнерской абстрактной штукой в вашей программе, как вы оперируете этим потоком данных и, возможно, все-таки это можно представить в более таком прогнозируемом виде, потому что, на самом деле, с мутабельностью иногда можно выстрелить себе в голову и потом очень долго и болезненно ее откуда отскребать. На этом, пожалуй, все. давайте перейдем к вашим вопросам. Отвечены уже и есть так, новые. Уфол первый элемент это что-то типа аккумулятора, как я вам сказал, это аккумулятор, да. можно ли Clojure сделать константой? Я не очень понял ваш вопрос. То есть, вы хотите спросить, можно ли ее описать через ключевое слово const? Слушайте, я помню, что в Rust такая возможность функции констант есть. Я ее применял, но я скажу вам честно, насколько помню, всего-навсего один или два раза. В целом, я отвечу, что такая возможность есть, она появилась относительно недавно, но очень плотно я ею не пользовался. Самое главное, понимать, зачем это нужно. фильтр немутабельный, но имеет же поток, он относится к немутабельным. А как он меняет поток? Он же, ну, к примеру, прокидывает переменную, то есть он же с этой переменой ничего не делает. То есть, смотрите, у нас, когда итератор передает ему управление, происходит следующее. Из нашего примера, когда мы дальше применяли map, он делает следующее. он или ему управление передает, или ему управление не передает. Поэтому, почему он мутабельный, мутабельный? Я не очень понимаю. Ну, смотрите, он отбрасывает часть данных, но он же их не меняет. Он немутабельный. почему он мутабельный? Смотрите, он их, это не совсем правильно, он их не отбрасывает. То есть, смотрите, у нас есть итератор. Итератор последовательно каждый элемент за элементом проходит. И здесь в чем отличие от обычного множества, которого мы последовательно в цикле один за одним проходим, и от итератора. Потому что фактически в итераторе применяется специальный метод Next, который и обрабатывает каждый последующий элемент. То есть, фактически в каждый момент времени мы имеем отдельное значение из конкретного множества. Поэтому говорить о том, что фильтр что-то там меняет, он не меняет. он всего-навсего выступает таким гвардом, который говорит, двигается ли дальше этот поток или нет. окей. Окей. так, имеет ли смысл в юнит-тестах функциональных языках программирования? Крилл ответил, что да, я с ним полностью согласен, потому что смотрите, дело в том, что кроме чисто таких математических абстракций есть еще и бизнес-логика. Бизнес-логику нужно тестировать, потому что мы люди. Почему для Z4 результат равен как Z3 предыдущего примера 18 тысяч? Там показано, что весь лист будет запринчен. пофиксить этот слайд. А, да, тот результат предыдущего слайда я неправильно, короче, этот результат я не выявил. Так что извиняюсь. Просто я там результат ставил от предыдущего примера, поэтому там все верно. Получается, когда говорят, что язык мультипродигмальный, это означает, что ты при написании кода будешь использовать разные парадигмы, а не выбирать между ними. Так, ну, Кирилл на него ответил. Преимущество в том, что есть возможность скомбинировать лучшее из разных парадигм. Полностью согласен. На слайде это iterators inaction. Если во втором фильтре использовать не x, а скажем y, можно ли будет использовать во втором фильтре x не первый фильтр? Смотрите, это же closures. это аргумент функции для данной конкретной функции, как вы его можете использовать из другой функции. То есть, ну, нет, нельзя. Почему в этом примере нет ошибки borrow of mode warrior? О, господи, Максим. А во втором есть. Разница лишь в центе. Так, ну, Кирилл на него ответил. Суть как раз в типе центы. И это важно. Так, дальше идем. То есть, здесь, как я понимаю, разница между реализацией копии и клон. первый элемент это мы уже ответили. Окей, двигаемся дальше. Так, еще один вопрос. Что спашиваете на собеседовании? А, что, тут ошибка Атон Романков. Не спашиваете, а спрашиваете на собеседовании на позиции раст разработчика проекта есть вопросы? Слушайте, это хороший вопрос. Я его лайкну. Смотрите, здесь важный вопрос, кто спрашивает. Потому что разные компании под совершенно разные задачи и требования набирают соответственно программистов. И здесь важны нюансы. к примеру, униер они очень большой акцент делают на алгоритм, например, как и в гугле. То есть у вас там, к примеру, пятиэтапное собеседование, и на одном из них, поскольку, как вы знаете, там товарищи такие серьезные, они олимпиадники все, и им будет интересно, как вы будете справляться с такими алгоритмическими задачками. Иногда они такие на знание алгоритмов и смекалку, и вообще умение размышлять. Но смотрите, есть собеседования, на которых у вас все-таки спросят, нужно это, не нужно, в каком контексте. поэтому все-таки есть смысл эти концепции знать, как минимум. Ну вот, Кирилл ответил, что функциональный подход это полезное знание, это будет точно огромный плюс любом собеседовании. В особенности, если вы будете очень гибко этим оперировать, первое, вы сможете, к примеру, если от вас потребуют лайфкодингу, очень лаконично записать вашу программу, то есть это для вас же будет плюс, потому что вы ее быстро можете написать. А с другой стороны, вы покажете свою грамотность. задавайте еще вопросы. Четверг тестинг и юнит тестирования, да? смотрите, на всякий случай те ссылочки, которые я вам давал, это Rustbook и вводная статья по функциональному программированию и стандартная документация по итераторам и тому подобным штукам и трейтам, вы их, если вам вообще эта тема интересна, вы их почитайте, потому что она знает, что будет полезно. Задавайте еще вопросы. У нас на самом деле мы время перебрали уже, и давайте я еще минуту подожду ваши вопросы, если вопросов у вас нет, мы будем завершать. В целом, я надеюсь, что материал был для вас первое понятие, второе полезен, и вы сможете его применять на практике в боевых условиях. окей, ну, похоже, вопросов нету, поэтому нас стало к концу меньше, хорошо, что все-таки вы смогли выжить. а, вот, Михаил. Кому писать, чтобы добавляли презентации на Notion сайт, а то последние пару лекций без презентации только видео. Хороший, хороший вопрос, слушайте, мы скинем с Кириллом презентации, и Оля вам тоже их передаст. Скинем. Окей, тогда на этом я предлагаю завершать. хорошая и продуктивная вам неделя. Всего доброго. скинем.